Девушки отдыхают 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 Эвелин Паркер. Эвелин? Зачем она вам? Она в интимных отношениях с Йорино Буарасакой. У нее есть к нему подход. Я сама хотела бы с ней поговорить. Она обещала, что избавит меня от Чипа. Я бы на это не рассчитывал. Она, скорее всего, уже далеко. Почему вам кажется, что она уехала? Я искал ее, но безуспешно. Думаю, она замела все следы. Ты говоришь, что Паркер обещала помочь тебе с Чипом. Она работает на корпорацию? Понятия не имею. Эвелин много знала про Чип. У нее была засекреченная информация. Не знаю, кто она, но в ней была скользкость, как у корпоративных агентов. Ну, вы понимаете. Во мне тоже есть эта скользкость. Вас выставили за дверь. Ваше место теперь среди изгоев. Забыли? Простите, что не смогла вам помочь. Я немного тороплюсь, так что... Подожди. Ты нужна мне. Юри-Нобу Арасака должен ответить за отца убийства. Ищите справедливости в Найт-Сити? Я хочу отомстить. Здесь это сделать проще. Есть люди, которые помогут мне прикончить Юри-Нобу. Мне нужно только их убедить. Думаете, они поверят какой-то наемнице? У меня нет других доказательств. Тем более, я здесь никого не знаю. И за мной охотятся. А если я откажусь? Я скажу, что тебя ждет, если ты мне поможешь. Так мы что, зайдем такие в Арасака Тауэр и всем объявим, что Юри-Нобу преступник? Что он убил Сабура Арасаку? Мы будем говорить с адекватными людьми на нейтральной территории. Есть процедуры, которые помогут установить правду. Детектор лжи? Нет, спасибо. В таком случае, подумай сама. Ты умираешь. Ты не знаешь, как тебе спастись. Во всем виноват Чип. Изобретение Арасаки, о котором знают только там. Арасака может тебя убить, но может и спасти. Главное, чтобы нужные люди встали на твою сторону. Политика. Кого конкретно сейчас вы имеете в виду? Есть люди, которым важна Арасака. Те, кто заинтересованы в развитии корпорации. Вы говорите про Андерса Хельмана? Откуда ты о нем знаешь? Я же готовилась к налету. Хельман разработал и создал этот чип. Он только пешка. Я имел в виду более влиятельных людей. Тем более, Андерс Хельман бежал из Арасаки. Он предатель. Он предатель. Куда не плюнь везде, Арасака. Эй, я вообще-то слушал. Слышь, не ори. Никому, кроме тебя, не интересны эти корпоративные шлюхи. Что ты сказал? Че слышал? Не надо, так и Мура. Хотя бы один из вас не кретин. Том хороший парень. Просто он говорит все, что думает. Он похож на моего отца. Отец тоже всю жизнь работал поваром. Я бы не стала привлекать к себе внимание. Извини. Глупые рефлексы. Спасибо за предложение. Я подумаю и перезвоню. Мне нужно время, чтобы придумать план. Ты много выиграешь, если мне поможешь. Только прошу тебя, не уезжай из города. А с чего бы? Скорее всего, только здесь я и найду кого-то, кто мне поможет. Кого-то, кроме специалистов Арасаки, таких людей не существует. Мы только что обсуждали варианты. На твоем месте я бы приготовил запасной план. И для начала я попробую поискать Эвелин. Если она не помогла тебе до сих пор, то уже не поможет. Слышали про воровскую честь? Да. Это парк на твои... Андерс Хельман создал этот биочип. Я найду его, и он решит мою проблему. Даже если придется опять перейти дорогу Арасаки. Наплевать. Хельман сбежал от них. Я сам искал его много дней. Он, как это говорится, как камнем, как в воду канул. А вы немало узнали за последние дни. Я не стану сидеть сложа руки. Мне нужно добывать информацию и готовиться к тому, что предстоит. Ну, это ваша работа. Бывшая работа. А зачем вам Хельман? Это от него Сабуру Сама узнал о планах Йоринобу. Хельман хорошо знал их обоих. Поэтому он может быть ценным свидетелем. Крысы пищат громко, если прищемить им хвост. Я собирал информацию несколько дней. Все пути вели в одно место. В клуб по смерти. Меня там быстро развернула королева фиксеров. Бестия. Вы работали на Сабуру и до сих пор не знаете, как говорить с сильными мира сего? Она не хотела иметь ничего общего с тем, кого называют убийцей Сабуру Арасаки. У Бестии много информаторов. Она знает все, что творится в городе. Я попробую спросить ее насчет Хельмана. Это грубая, жадная и мелочная женщина. Желаю удачи. Я не могу здесь больше оставаться. Ты можешь делать, что хочешь. Ищи Паркер, Хельмана, кого угодно. Я встречусь с друзьями, которые могут мне помочь. Когда люди из Арасаки будут готовы тебя выслушать, я позвоню. Тогда до связи. Если ты каким-то чудом доберешься до Хельмана, дай мне знать, пожалуйста. Нам с ним есть о чем поговорить. Фастфуд и грязь. Да, в чем-то этот город не меняется. Арасака все так же хочет захватить мир, а мир неумолимо погружается в хаос. По крайней мере, бестия еще жива. Да ты не охренел ли? Сначала пытаешься меня убить, а теперь подмазываешься. Типа ничего и не было. Вообще, чтобы я слышал, не обязательно говорить вслух. Чего тебе надо? Я обдумал все это дерьмо еще раз. Теперь ты нужна мне живой. А не пошел бы ты нахер! А представь, каково было мне. Ты проснулась на свалке, а я в твоей голове. Рядом с твоими мыслями, воспоминаниями. Так что, думаю, мы в расчете. Я успокоился и стал думать, что со всем этим делать. Мы ведь можем помочь друг другу. Давай начнем с бестии. Я ее тысячу лет знаю. Ты призрак прошлого, чувак. Все твои друзья или сдохли, или впали в маразм. И нихуя никого не помнят. Сильверхенд умер легендой. Такое не забывается. Допустим, ты знаешь бестию. Что мне ей сказать? Что моя мозговая опухоль – это ее старый дружок Джонни? Да ладно. Бестия слышала и не такую хуйню. Причем в те времена, когда твоя мамаша еще целкой была. Можешь не рассказывать. Я видела твои воспоминания. Жесть. Бестия сделает все, что я скажу. Просто приведи нас по смерти. Нет никаких нас. Вин? Это ты? Блин. А я думала, ты умерла. Честно говоря, не ты одна. И я тоже думала, что мне конец. Неужели все пошло не так? Все мимо плана? То есть ты знаешь про налет? Наверное, Эвелин сказала? Да весь город только об этом и говори. Слушай, мне надо найти Эвелин. Давай лучше не будь мать. Ты знаешь, где она? Я тебе что сказала? Не спрашивай. Дочка. Джуди, серьезно. Ты моя последняя надежда. Мне надо ее найти. Я знаю, что ты можешь мне помочь. А кто сказал, что я захочу? Может, встретимся и поговорим? Ты в Лизис? Хватит присылать мне всех шлюх, которых встречаешь. Что мне с ними всеми делать? К нам всегда шли те, кому нужна помощь. Такая уж у нас репутация. Что-то я не помню, чтобы мы открывали тут приют. Да ладно тебе. Дай им шанс. Каждый из них может пригодиться. Дай мне много времени, они все отработают. Отработают? Они до сих пор на ноги встать не могут. Для этого надо выбраться со дна. Погоди немного, может, они тебя еще удивят. Лучше пусть не пытаются. Угу. Сразу видно, что у нас тут все по-человечески. Без блядства. Сьюзи, мы не договорили. Да нет, сука, договорили. Кто у нас тут такой настойчивый? Нам больше не о чем разговаривать. Я вроде ясно выразилась. Это Сьюзи довольно пробивная дама. Ваша главная? Ты что, специально пришла выяснять, кто есть кто в шельмах? О чем вы спорили? А, в кого не плюнь, все живут в каком-то своем мире. Если твоя жопа в тепле, то на остальных похуй. Слушай, ты давно разговаривала с Эвелин? Мне надо ее найти. Это важно. Зачем? Хочешь отыграться за налет, который сама просрала? Ты знаешь, чем все кончилось. Значит, вы с ней говорили. Я знаю, что ты запорола дело и потеряла всех своих. Настоящий профессионал. Вообще-то, ты тоже к этому причастна. Налета бы не было, если бы ты не помогла ей с брейндансом. Вы же меня в это втянули. Ты и она. Я знала, что это плохо кончится. Я вам сразу говорила. Ты развлекаешься? По сто раз спрашиваешь. Я ничего сложного не прошу. Просто скажи, где она? Почему скрываешь? Очень просто. Я тебе не верю. Будешь изображать жертву? На тебе нет ни единой царапины. Ладно. Придется разгребать это говно вместе. Но ты в отчаянии. У тебя это на лице написано. Окей. Ну, допустим, я в полной жопе. Биочип, из-за которого устроили налет, медленно убивает меня. Заказчик Эвелин может что-то знать об этом биочипе. Это может меня спасти. Вот поэтому я и хочу узнать, кто ее нанял. Ну, допустим, я тебе верю. Ладно. Эвелин кукла. Раньше работала в облаках. Советую искать ее там. А где это? Там на столе портсигар с адресом. Возьми его и отдай Эвелину, когда ее найдешь. Мега-башня. Статусное место. Стой! Скажешь потом, как у нее дела? Окей? Окей. Я тебе позвоню. Спасибо. Спасибо, Ви. Кукла. И почему я не удивлен? Ты инграма в поврежденном мозгу. Тебя ничего не должно удивлять. Ну что, поедем в эти облака? Почему бы и нет? Меня зовут мистер Хэнс. Если тебе нужна работа в Пасифике, звони мне. Я Ви. Ну и? Не слышу, приятно познакомиться. Наше знакомство честь для меня. Нужна будет работа. Звони. Давно о тебе не слышно. Вакака Акада. Госпожа и хозяйка Уэстбруга. Загляни ко мне, когда будет минутка. Нам нужно рассчитаться. За Сандру Дорсет. Вы хорошо сработали. Ты и твой друг. До связи. Единственное, что мы можем тут получить, это пизды. Причем, скорее, в плохом смысле. А сколько такие прогнозы? Я что-то упустила? Это монтажерша что-то скрывает. Башню явно держат тигриные когти. Мы уже как минимум двоих видели. Тигриные когти считай филиал Арасаки. Интересно. Все корпораты играют грязно. Но улицы еще хуже. Там вообще одно говно. Так что корпораты отдают улицы на откуп бандам. Не хотят запачкать свои воротнички. Что тут удивительного? Я не про это. Если Эвелина хотела спрятаться, тем более Арасаки, тут не лучшее место. Не хочу показаться грубым, но я все это в рот ебал. У кого-то хорошее настроение. Не каждый день полумертвая телка таскает тебя по борделям в поисках хер знает кого. Классно же я развлекаюсь. Почему ты думаешь, что Джуди врет? Это называется интуицией. Знаешь про таков? А, так называют способность, которая позволяет уверенно пиздеть. Добро пожаловать в облака. Мы знаем, чего вы ищете. Не желаете подключиться к терминалу? Откуда вы можете знать, чего я тут ищу? Облака всегда знают. Мы находим ваши тайные желания. Вы получите то, чего хотите. И не только. Наш клуб существует, чтобы превосходить ваши ожидания. Я ищу Эвелин Паркер. Она здесь работает? Сейчас проверю. Эвелин. Эвелин сейчас недоступна. Мне надо с ней увидеться. Это важно. Доверьтесь алгоритму. Он подберет для вас наиболее подходящую куклу. Все они могут в любой момент поменять цвет волос и глаз по вашему желанию. Я не клиент. Значит, у вас все еще впереди. Каждый когда-то был в облаках первый раз. Вы не пожалеете. Достаточно только подключиться. Мы зарегистрируем вас и создадим ваш профиль для сеансов. Прости. Она сказала что-нибудь полезное? Раз тебе нужна особая жратва, шли нахуй официантку и сразу иди к повару. То есть? Заходишь как клиент и смотришь вокруг. Не хотят раскрывать карты? Отлично. Мы и без них сыграем. Хорошо, попробуем. Сеанс пройдет в реальности, так что события могут принять неожиданный оборот. Не спешите отключаться, если вам некомфортно. Иначе пропустите что-нибудь интересное. Если вы считаете, что не готовы к происходящему, сеанс можно прервать в любой момент. Выберите стоп-слова. Самурай. Сохранила. Теперь подождите немного. Я считываю ваш профиль. Скоро вы увидите совместимых с вами кукол. Два совпадения. Интересно. А это нормально? А что такое нормально? Вы просто особенная личность с особенными вкусами. Ничего, система справится. Кто вам больше нравится, Ангел или Скай? Наверное, выберу Скай. Полностью поддерживаю ваше решение. Внесите оплату, и через минуту вы окажетесь в облаках. Вот, пожалуйста. Оплата успешно прошла. Если хотите расслабиться перед сеансом, весь этаж в вашем распоряжении. Скай ждет вас в девятой кабинке. Можете отключиться. Это все? У нас в облаках действует жесткий запрет на ношение оружия. Пожалуйста, сдайте его на хранение. Только двое готовы для тебя ноги раздвинуть. Внутри оружие вам не пригодится. А не пошел бы ты нахуй, Джонни. Спасибо. Желаю вам приятного отдыха. А ты у нас, оказывается, извращенка. Вот избавлюсь от мозгового паразита. Сразу выбор станет больше. Привет. Я Скай. А тебя ведь зовут... Валерий? Ви. Просто Ви. По имени меня зовут только те, кого я близко знаю. Ну, хорошо. Ви. Вижу, сеанс обещает быть интересным. Итак, Ви, ты умираешь. Откуда знаешь, что я умираю? Глубоко внутри. Ты боишься. Смерть тебя пугает. Даже если так, тебе-то какое дело? Из всех голосов в твоей голове громче всех тот, что зовет на помощь. Посмотри вокруг. Это все твои мысли. Я что-то вижу в этих зеркалах позади. Это проекция глубины твоего разума. Психоанализ в борделе. То, что мне было нужно. Я не буду разбирать твои проблемы. Я этим не занимаюсь. Я только должна исполнить твое самое заветное желание. Я ищу девушку по имени Эвелин Паркер. Она работала здесь. Знаешь ее? Где она сейчас? Я знаю, что тебе нужны ответы, но не те, о которых ты думаешь. Вопрос вроде был простой. Найти Эвелин Паркер для тебя не самое важное, правильно? Ты ищешь что-то другое. Я чувствую твой страх. Думаешь, ты меня хорошо знаешь? Тогда скажи мне, чего я боюсь? Есть то, что ты ото всех прячешь. Значит, для этого есть какая-то причина. У всех есть свои секреты. Да. Ты должна сама ответить на свой вопрос. Не для меня, для самой себя. Я умерла один раз. А теперь умираю заново. Еще и не знаю, как это остановить. Довольна? Ты боишься, потому что потеряла надежду. Еще совсем недавно ты хотела стать лучше всех в Найт-Сити. До сих пор хочу. Это главная цель моей жизни. Правда, у меня немного времени, чтобы ее достичь. Хочется хоть что-то оставить после себя в мире. Вместо надежды ты чувствуешь только боль и отчаяние. Мне кажется, ты боишься исчезнуть, как будто тебя никогда не существовало. Или ты боишься стать кем-то еще? Кем-то другим. Смерть, она и есть смерть. Умираешь, и все. Ты не можешь знать наверняка. Хотя и успела побывать на той стороне. Поверь мне, я знаю. Умирать пиздец, как скучно. Ты все еще скорбишь по себе. Или потому, что будет. Что было, то было. Мне уже похер. Ты обманываешь себя. Видишь? Ты думаешь, что-то изменится, если я перестану. И что дальше? А дальше... Ты узнаешь, что именно тебе нужно делать. Серьезно? Ты мне скажешь? Да. Ты никогда ни перед чем в жизни не отступала. Даже когда, возможно, стоило. В Нейт-Сити можно с легкостью поймать пулю. Даже пока ждешь такси. Но это никогда тебя не останавливало. Не мешало быть собой. Добиваться своих целей. Не помешает и сейчас. Как их добиваться, если мир так быстро меняется? У тебя все получается. Мир меняется благодаря тебе. И ты меняешься благодаря ему. Ни одно живое существо не стоит на месте. Ты не исключение. Не оглядывайся назад. Если надо убить, убивай. Если надо все сжечь до тла, пусть горит. Спасибо за все это. Блин. Так не хочется вставать. Никому не хочется. Но всему приходит конец. Самурай! Что происходит? Эй, меня почему-то выкинуло из сессии. Я хочу с тобой поговорить. Что? Ты сейчас серьезно? Ты сорвала стоп-кран просто, чтобы поговорить? Что-то случилось? Я что-то не так сделала? Расскажи мне, что ты знаешь об Эвелин Паркер. Не особо много. Тут у всех свои кабинки, свои клиенты, свои проблемы, свой маленький мир. Это хрупкая экосистема. Когда такие, как ты, в нее влезают, она быстро рушится. Так что нет. Помоги мне. Очень тебя прошу. Я просто хочу поговорить. Узнать, все ли у нее хорошо. С ней могло что-то случиться. Тебе, может, в голову не приходило, но жизнь у кукол не самая стабильная и безопасная. Сегодня ты тут, а завтра на улице или вообще в могиле. А что-то необычное в последнее время происходило? Ладно. Я слышала, что клиент ее искалечил. Больше ничего не могу тебе рассказать. Такие поганые штуки случаются настолько часто, что все решили уже просто забить. И вообще, спроси лучше Тома. Они все время тусили вместе, могли сплетничать часами. Клиент напал на Эвелин? Вроде как. Не знаю. Там была какая-то жесть, куча охраны, вопли. Потом дело замяли. У нас тут лишних вопросов задавать не принято. Лучше ничего не видеть, не слышать и не говорить, кому попало. Где это было? В ее кабинке. Я же сказала, она была с клиентом. Тогда, может, все-таки скажешь мне номер? Одиннадцать. Кабинка сейчас занята? Нет. Она типа недоступна с того дня. Мне нужно будет зайти в эту кабинку. Да? Это еще зачем? Не твое дело. Ты мне можешь ее открыть? Могу. Но ко мне больше не приходи никогда. Говори с Томом. Что за Том? Кукла. Как и я. Как и все мы. А ты что, думала, кинозвезда? Где мне его искать? В вип-зоне. Вторая кабинка вроде. Спасибо. Видишь, какая-то польза от тебя все-таки есть. Ну, конечно, я в деле. А что от меня нужно? Хоть бы этот ни пиздил, ни по делу. Два секс-зомби за один день это слишком много. Даже для меня. Лишь бы быстрее дало пошарап. Привет. Кажется, у меня тут что-то сломалось. Я не очень понимаю. У меня нет твоих данных. Я даже не знаю, что делать. Расслабься. Тебе не нужны никакие мои данные и личные профили. Я не клиент. Мне просто надо поговорить с тобой. Не как с куклой. Ты же Том, да? Ага. Я хочу поговорить с Эвелин Паркер. Это очень важно. Я тоже хочу. Столько раз уже ей звонил. Все без толку. В смысле, ее тут нет? Она повредила себе лицевой экран. Ей пришлось уехать в клинику в Осаке. Или в Осло. Наверное, все-таки в Осло. Она сама тебе сказала, что сваливает? Нет. Просто не пришла на работу и трубку не брала. Я решил спросить Дубмана, что с ней. Он мне и сказал, что она уехала. Дубман? Кто это? Мистер Форест. Все его зовут Дубманом. Не знаю, если честно, почему. Окей. Значит, мистер Форест. Кто он? Типа, нашего агента. Находит новые таланты, решает вопросы. Само собой. Может, этот Дубман нам разъяснит, что заебала тут творится? Хотя я бы особо не надеялся. У этих кукол ссаные тряпки вместо мозгов. Вот что им надо заменять в первую очередь. Предлагаю посмотреть, что там. кровь. Свежая, но ее немного. Рана явно была не смертельная. Эй! Клиентом сюда вход запрещен! Если не трудно, закрой дверь с той стороны. Ты же видишь, я очень занят. я ищу Эвелин Паркер. У нас тут такая не работает. Раньше работала. Что с ней стало? Наверное, исполнила мечту всех кукол и охмурила какого-нибудь богатого оленя. Э, мой тебе совет. Попробуй лучше Рокси из второй кабинки. жопа такая же круглая. А остальное чип доработает. Разницы не почувствуешь. Я вижу, ты человек деловой. Мне кажется, мы с тобой договоримся. А мне кажется, что ты маньячка, которая охотится за своими бывшими по всему городу. Ну, это ладно. Я тебя слушаю. У тебя есть инфа, у меня есть Эдди. Честная сделка. Назови цену. Ты что-то попутала, девочка. Тут за Эдди покупают шлюх, а не стукачей. По-твоему, я похож на шлюху? Я же сказала, что ты похож на делового человека. Ты меня не слышал? Надеюсь, деловой человек в состоянии отличить небольшое пожертвование от взятки. Я бы еще так поболтал, но лучше скажи прямо, к чему ты клонишь? Мне кажется, мы можем решить все вопросы мирным путем. Давай не будем усложнять друг другу жизнь. Это ты тут усложняешь? Послушай внимательно. Я рано или поздно ее найду. И после этого с некоторыми людьми начнут происходить разные вещи. Будет печально, если среди этих людей окажешься ты. И тебе кажется, что с тобой вещи не произойдут? А ты угадай. Ладно, ладно. Я расскажу все, как есть. твоя телка, как ее Паркер. Ее тут нет. Это я уже давно поняла. Где она сейчас? Думаешь, ты во всем разбираешься? Да ни хера подобного. Куклы тут сидят не потому, что по жизни любят ебаться, хрен знает с кем. Они работают. Их задача приносить доход. Эвелин не приносила доход. Увы, к сожалению для нее. Чип ей расплавили так, что не восстановишь. А кто? Клиент? Нет. Кто-то снаружи. Какой-то крутой нетранер. Прошел через наш лед, как через бумагу. Превратил девчонку в овощ. Мы пытались починить ее имплант, но там было без шансов. Слушай, давай перейдем к делу. Что в итоге стало с Эвелин? Сверху поступил приказ ее утилизировать. Ты что, ее убил? Нет. Я нашел Рипера, который хотел на нее посмотреть. Сказал, что как-нибудь починит. Давай фамилию и адрес Рипера. Фамилии не знаю. Не зли меня. Очень надо. Зовут его Фингерс. У него клиника в переулке по Чпок-стрит. Там и ищи эту свою, Эвелин. Ты больше тут не показывайся. Ясно? Поезжай лучше на лифте. Чем быстрее ты отсюда съебешь, тем лучше. Доктор Фингерс, Чпок-стрит. Прям влажная мечта студентки. Да уж, веселенькое местечко. От такого веселья и повесятся недолго. Вижу, ты не изменил мнение о кукольных домах. Нет, почему же? Раньше я считал, что их надо обходить за километр, а лучше за два. А вот теперь я совершенно уверен, что их надо выжечь напалмом. Как думаешь, мы найдем ее у этого Фингерса? Ви, если бы я был предсказателем, то не оказался бы ебаным чипом в голове живого трупа. Вот и все. Бля. А ведь логично. У тебя был план, но он провалился. Потому что в таком состоянии ты уже вряд ли сможешь найти Хельмана. Шахтеры продержались почти две недели без продовольствия и воды, и сладости. А, блядь! Ну, это что за херня? Да что ж такое? Господи, какого хуя тебе от меня надо? Мы двигаемся слишком медленно. Ты загнешься раньше, чем мы узнаем, как разобраться с чипом. Просто уйди. Хочешь продаться Арасаки? Так они тебя сами не прикончат. Ты же сам хотел, чтобы я сдохла. Это было давно. Я с тех пор успел передумать. Теперь ты мне нужна живой. Ты лучше скажи, что тебе вообще от меня надо. Я вытащил карточку выйти из тюрьмы. Было бы глупо ей не воспользоваться. У меня карасаки личные счеты. Я выставил их 50 лет назад, и сейчас я хочу закончить начатое. А для этого мне нужна ты. Меня еще никто не вербовал в террористическую ячейку. Слушай, погоди, я все придумал. Я знаю, где мы можем расцепиться, и кто нам в этом поможет. Ты, наконец, избавишься от чипа, а я раздавлю Арасаку. Все выигрыши, разве нет? Нужно только найти Душегуб и добраться до Микоши. Соглашайся. Ладно. Что такое Микоши? Начнем издалека. Когда ты подключаешься к сети, у Арасаки появляется возможность натравить на тебя эскин под названием Душегуб, который способен украсть у тебя душу и сознание. Пока следишь за мыслью. Я же видела воспоминания. Он тебя нехило отделал. Видимо, у нас больше тем для разговоров, чем я думал. Но это не важно. Важно вот что. Когда Душегуб превращает твой мозг в манную кашу, ты умираешь. Но твое сознание копируется в энграмму. Конечно. Так ты и стал конструктом. Именно. Молодец. Так вот, Микоши это логово Душегуба. Там он хранит энграммы всех своих жертв. Давай, давай. Я же вижу, тебе есть еще что сказать. 50 лет назад Микоши была единственным местом на планете, где проводили операции на человеческом разуме. Скорее всего, ничего и не изменилось. Говорю тебе, все дороги ведут туда. Там мы найдем ответы. Каждый свой. И как ты в этот раз хочешь уничтожить Аросаку? У тебя есть еще одна бомба. И у бомбы есть имя. Альт Каннингем. Ни разу про нее не слышала. Это пока. Когда мы ее найдем, я вас познакомлю. Короче, не тормози. Надо понять, как забраться в Микоши. Ви. Ты все-таки мне позвонила. Ну да, я же обещала. Обещать все могут. А держать слово уже нет. Но как? Получилось что-нибудь выяснить? Эвелин больше не работает в облаках. Поведенческий чип сломался, поэтому ее списали и отправили к Рипперу по кличке Фингерс. О, сука. Ты не знаешь, где искать этого Фингерса? Да, у него своя коновальня на Чпок-стрит. Блин, Ви. На нем клейма ставить негде. Я еду к нему. Вдруг она там. Говорила я ей держаться подальше от облаков. Лов. Ладно. Пока, Ви. Да тут так смешно было вообще. Какие-то малолетки пытались войти по большому документу. А атмосферка тут что надо? Я им сказал, что ввалили. Они упертые оказались. Обожные здания и пролезли в округу. Ну как? Тут получше, чем в облаках. Тут ты хотя бы знаешь, кто перед тобой. Эй, ты, мудазвон! Сраный ты кусок говна в жопу тебя ебать! А ну, стой! Что? Ви, ты можешь говорить? Это важно. Он тебя бесплатно зачипировал? Что случилось? Кажется, я нашел лишнего дня. Наши общие проблемы. Я связался со своим старым другом из-за ровсаки. Да? Он сейчас здесь, в Найт-Сити. У него есть связи с очень приятельными людьми. Как ваш друг может нам помочь? Нам нужно встретиться втроем. Я, ты и мой друг. Ты расскажешь ему то же, что и мне. Что происходило в камбэке Плаза. Я сомневаюсь, что мы его убедим. Но с чего-то надо начинать. Уж кто-кто, а вы должны знать, что Найт-Сити все проверяет на прочность. Даже самую старую дружбу. Этому человеку точно можно доверять? У нас уже много раз была возможность убить друг друга. Да. Я доверяю ему. Ладно, где и когда встречаемся. В Джапантауне, после заката. Сейчас я вышлю тебе точный адрес. Встретимся на месте. Так, так, что тут у нас? Какая симпатичная штучка. Если ищешь себе кого-нибудь на вечер, можешь больше не искать. Слушай, мне проблемы не нужны. Просто дай мне войти, и все. А может, мне войти в тебя? Ладно, ладно, заходи. Ты миздишься, и шейфы придут в эту дыру полным составом. Если она тебе что-то должна, иди и подавай в суд. Покажи, не трогай меня! Окей, я понял. Мое терпение кончено. Привет, Виня. Ты знаешь этого Фингерса? Слышала о нем кое-что. Что именно? У него иногда руки соскальзывают. Хоть кто-то знакомый в этой дыре. Я очень за нее боюсь, Ви. Я не знала, что у нее какие-то проблемы. Мы ее найдем. Обещаю. А у Фингерса не было проблем с шельмами? Нет, с чего бы. Я слышала, девочки после его операции выглядят хуже, чем до. Ну, сама понимаешь, нельзя решить все проблемы сразу. Блин, мы так до следующего утра тут просидим. Может, попросишь у дам, чтобы они нас пропустили? А чего я? Я им, кажется, не нравлюсь. Попробуй. Ну, или придумай что-нибудь получше. Ты не в курсе, где Фингерс? У себя в кабинете оперируют кого-то. Уже довольно давно. Должен скоро закончить. Не особо надейся, киса. Иногда он по несколько часов не выходит. Особенно, если принимает оплату сразу после операции. На, купи себе какой-нибудь нормальный хром у настоящего рипера. Если у тебя хватает на настоящего рипера, что ты здесь забыла? Господи, тебе-то какая разница? Нравится ей тут можно. Скажи спасибо и пойдем отсюда. Я все вижу, как в тумане. Давай, пойдем. У праздника хозяйки этой панели было более вытянутое лицо. Края пережимают зрительный нерв. Не волнуйся, глазки ты летишь. Позвольте поздно. Что, заходим? Да. Здравствуйте. Чем могу помочь? Я ищу девушку по имени Эвелин Паркер. Она была здесь в твоей клинике. О, ну теперь понятно, о чем речь. Где она? Сложный вопросик, дорогуша, честно скажу. Вы от когтей? Что такое? У меня все уплачено. Мы от Шельм. О, Шельмы! Что же вы сразу не сказали? Так, ну и что вам нужно? Ты же слышал. Я ищу девушку по имени Эвелин Паркер. Мне надо знать, где она. Давайте пройдем в мой офис. Через мой кабинет проходит много девочек. Очень много. И каждую я стараюсь выслушать. Применяю индивидуальный подход. Спроси, кого хочешь. Я же не просто лепила. Я их понимаю. Они хотят, как и любой человек, чтобы их похвалили, погладили по головке. Как будто они заслужили это. Конечно, проходит время, и я их забываю. А как насчет логов? Ты же делаешь какие-то записи? Да нет. Такая техника не регистрируется. Никаких фамилий. Ничего. Голубые волосы, кукольный чип, сломанный имплант для Брейна. Она была здесь? О, бедная девочка. Я пытался ей помочь, но вы же видите, у меня не бог весть, какая клиника. Говоришь, ты не мог ей помочь. Какая нужна была помощь? Если бы я знал, она бы сейчас стояла здесь, живая, здоровенькая. У чипа был сожжен регистрик команд. В угольки, понимаешь? Я его заменил, но... Почему это могло случиться? Техника была топовая. Сама по себе сгореть не могла, это точно. На нее кто-то напал? Нетранер, скорее всего. Такой, который хорошо шарит в коде. Ближе к делу. К делу? Да. Дело в том, что я понятия не имею, где она. Блядский кусок дерьма. Что ты с ней сделал, урод? Пожалуйста, надень намордник на эту тварь или усмири ее. С таким отношением у нас разговора не получится. Я тебя сейчас усмирю. Жалкий ты, уродец. С тобой даже разговаривать противно. И ее забрали ребята из студии брейнданса. Я даже не знаю, как их зовут. Они говорили про бабочку, про Вирты с мертвой головой. Сказали, она годится для бабочки. Мне надо подышать. Жду внизу. Это все из-за меня. Надо было просто не пускать ее в облака. Давай только без истерик, пожалуйста. У нас и так много дел. Без истерик? Хорошо. Кого ебет, что Эва уже, наверное, валяется мертвая? Это только твои догадки, Джуди. И мы сейчас теряем время, которое могли бы потратить на поиски. Надо найти подпольные брейн-студии. Что еще? Еще мы знаем, что они как-то связаны с мертвой головой. Тоже зацепка. И что ты собираешься с ней делать? По-моему, это безнадежно. Ты не видела что-нибудь с мертвой головой на логотипе? Что угодно. Рынок просто огромный. Это целая индустрия. Каждый занимает свою нишу в зависимости от фетишей. А нелегальные студии на одном месте долго не задерживаются. Они делают все, чтобы их труднее было накрыть. Мы должны найти, где снимают эту херню. Скорее всего, в какой-нибудь дыре. Вряд ли они куда-нибудь ради этого выезжают. Ну да. Наверное, там, где их не запалят. Я бы проверила. Может, они где-то в своих виртах засветили место съемок. Эти ребята никогда бы так не подставились. Все на этом свете оставляют какие-то следы. Надо только знать, где искать. Кроме того, со мной главная специалистка найти типа брейндансом. От нас ничто не ускользнет. Я же все-таки профи. Так что да, есть идея получше. Есть в Даркнете такой сайт. Удовольствие Найт-Сити. Туда чего только не сливают. Может, и мы найдем что-то полезное. Сейчас надо подумать. Думаю, ты права. Давай посмотрим, что на этом сайте. Ага. Надеюсь, ты сможешь что-нибудь там нарыть. Я подожду в машине. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне нужно что-нибудь сырое. Я зайду как-нибудь еще. Наверняка. А ты что, покупаешь что-нибудь, или так и будешь клиентов отпугивать? Мне нужны брейны. Особого рода. Особого? Агент, что ли? Давай лучшее, что у тебя есть. От мертвой головы. Хм. Да ты, я гляжу, из ценителей. Только учти, мертвая голова и стоит по-другому. Ну, покажите, что у вас интересного. Приятно иметь с тобой дело. Залезай. Привет, Вин. Дай подготовиться. Цепляй пока обручу все остальное. План такой. Ты будешь смотреть, я по ходу редактировать. Готово. Жду тебя. Описывай все, что видишь. Может, заметишь то, что я пропустила. Да. Описывай все, что я пропустила. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ви, я включила режим изменений. Можешь осматривать, что хочешь. Где-то я уже это слышала. Похоже на мусорщиков. Громкость выкрутили до предела. Видимо, чтобы заглушить крики. Бабы из мусорщиков. Кто бы знал, что эти хуилы на досуге делают черные брейндансы. Ох, этот божественный аромат синта-кофе. Дешевое говно. Еще и остывшее. Логотип Бак и Слайс. Обычный ящик. Логотип Деккер, Танако и Роджерс. Типичный для помойки. Это наверняка мусорщик. Других таких стиляг в Найт-Сити не найдешь. Спецовка с нашивкой корпы Электрик. Заказ недавний. Кофе остыл. Явно стоял со вчерашнего дня. А пицца выглядела свежей. И что? Значит, кто-то постоянно ходит в Бак и Слайс. При том, что там и со вкусом проблемы, и с продуктами. Никто не поедет с другого конца города, чтобы сожрать кусок пенопласта. Короче, ищем станцию Электриков, рядом с которой есть Бак и Слайс. У Электриков была большая станция в Чартер-Хилле. Бак и Слайс там тоже есть. Но это все равно догадки. Ну да, но в любом случае нам на Электростанцию в Чартер-Хилле. Других зацепок у нас нет. Больше мы из этой записи не выйдем. Ладно, поехали туда. Ясное дело. Ты со мной? Да, поехали. Все еще не могу забыть этот верт из Мертвой Головы, который мы смотрели. Если они пишут только смерть... Перестань. Надо быть совсем идиотами, чтобы выкупить ее только ради этого. В смысле? Они не могли избавиться от девочки, у которой есть не только природный талант, но еще и кукольный чип. В конце концов, такие работницы на дороге не валяются. И мы на месте. Ну что, идем? Найди пока вход. Я останусь и проверю подсеть. Может, там остались какие-нибудь планы комплекса? Как только что-то найду, присоединюсь. А пока будем на связи. Ладно, я пошла. Из нее вырезали все импланты. И заодно пару внутренних органов. Чтоб добро не пропадало. Запасливые суки. Мусорщики. Сколько их не отстреливай, они все равно как тараканы откуда-то выползут. Приходилось иметь с ними дело. Да уж. Это Эвелин. Только не трогай ее. Если она пишет, ты сожжешь ей мозг. Я разорву соединение. Возьми его и скажи, когда будешь отключать. Я разорву соединение одновременно с тобой. Ну что, я готова. Я скажу, когда пора. Я тоже. Раз. Два. Три. Давай. Слава богу. Эва. Эвелин. Ты слышишь меня? Что с ней случилось? Честно, я не знаю. Похоже на серьезную психотравму. Ее можно переносить? У нее нет сотрясения травмы позвоночника. Эвелин. Эвелин, мне надо знать, кто тебя нанял. Ты ебанутая? Не можешь подождать? Давай вынесем ее отсюда. Я заблокировала двери и перезапустила лифты. Поняла. Идем к лифтам. Ну давай, тебе трудно, что ли? Ну хотя бы одну. Ну хотя бы одну. Ради меня. Ладно, пожалуйста. Можешь хотя бы куриться, а мне насрать. Ох, приятно вдохнуть что-то, кроме городской вони. И не говори мне, что тебе не стало легче. Ну что, заходим? А чего нам еще ждать? Не для того мы прошли через ад, чтобы торчать под дверью. Вроде уснула. Ну, мне так кажется. По крайней мере, закрыла глаза и перестала трястись. Я бы ее давно убила, если бы мне ее не было так жалко. Мне надо с ней поговорить. Ви, я понимаю, ты хочешь получить от нее ответы на очень важные вопросы. На твоем месте я бы тоже хотела. Только у тебя не получится. Она выпала из реальности. Блядь, она что, шутит, что ли? Как она себя чувствует? А ты как думаешь? Включи воображение. Эта студия высосала из нее все человеческое. Она отдала, что могла. Но этого им было мало. У нее продолжали отбирать все больше и больше. Такое ощущение, что она в каком-то трансе. Совсем погрузилась в себя. Она не реагирует на то, что ее окружает. Мне очень не хотелось копаться у нее в мозгах. Просто знай, что я сделала это только ради тебя. Почему ты на нее злишься? Когда ты попросила найти записи у нее на поведенческом чипе, я чуть тебя не послала. Джуди, у меня не было другое... Знаю. Все нормально. Тогда я не понимаю. Сейчас поймешь. Я тебе покажу вирты, которые нашла. То есть ты их уже видела? Да. Пришлось поработать, чтобы хоть что-то понять. Но я не хочу тебе навязывать никаких выводов. Просто посмотри и составь свое мнение. Сколько брейндансов тебе удалось выдрать? Два. Из них только один целый и понятный. Остальное... Ну, все в том же состоянии, как сейчас Эвелин. Окей. Показывай. Погоди. Дай установлю параметры. Посмотрим, правда ли наша кукла потеряла Тарречи. Честно скажу, выглядит не особо вдохновляюще. Привет. Как твои дела? Тебе что-то нужно? Я просто хочу немного поговорить. Я знаю, что я не вовремя, но у меня вопрос. Ты знаешь, как можно вытащить биочип? Кто-то в городе может это сделать? Эвелин, очень тебя прошу. Помоги мне. Это важно. Я умру, если не найду выход в ближайшее время. Ты была права. Мы просто теряем с ней время. Не, ну, посмотри на нее. Ладно. Запускай. Файлы были сильно побиты. Особо отредактировать не вышло. Хорошо, что вообще получилось их вытащить. Сейчас. Они загружаются. Качество так себе, но я сделала, что могла. На что мне смотреть? Обратить внимание на устройства и охранные системы? Нам нужна только планировка комнаты. Остальное мы вырежем из вирта сами. Сообщение проверить? Только если сумеешь сделать это, Пафе Бори. Главное, чтобы у него не было подозрений. Старайся вести себя, как обычно. А если он сам вдруг начнет говорить о биочипе, что мне? Биочип? Где ты о нем слышала? Биочип не твоя проблема. Сними, Вирт, принеси его нам. Тебе заплатят. Это твое единственное задание. Остальное тебя не касается. Поняла? Можешь осмотреться, если хочешь. Алло, яб. Алло, яб. Ты меня за... Ты? Солшил с мной от этим. Мы шлюем. Лица вообще не видно. Ну, знаешь, в обычных условиях такое шифрование легко взломать. А в этот раз нет. Кто бы этой тетей ни была, она серьезная нетранер. Или просто работает на пару с таким? Эм, это не так важно. Может быть. Но они все из пасифики. А это сужает область поисков. А, я знаю, что это. И что же? Символы Виве. Ты в них разбираешься? Если ты про смысл, то это не ко мне. Я просто слышала, кто их использует. И кто? Говорят, что вы дуисты. Ну, это просто слухи. И я не то, чтобы на сто процентов уверена. Ты про банду нетранеров? Их тяжело найти, они стараются нигде не светиться. Не знаю даже, с чего начать. И что теперь? Теперь, кажется, меня ждет экскурсия в Пасифику. Отлично. Думаю, на этом все. Что скажешь? Женщина, которая наняла Эвелин. Знаешь, кто это такая? Первый раз ее вижу, если честно. Извини, Ви. Теперь ясно, что случилось в облаках. Это они пытались ее обнулить. Из-за них сгорел ее чип. Не понимаю, ее наказали за то, что она попыталась их наебать? Они поняли, что Эвелин знает гораздо больше, чем должна. Это от них она пыталась убежать. Похоже, Эвелин довольно много нам не рассказала. Да вообще, если бы я знала, во что она ввязалась. Но я так зла на нее. Она должна была только записать вирт. Круто, что она сумела организовать всю операцию в одиночку. И увезти биочипы с подноса у заказчиков. Она стала искать людей, и ее свели с тобой. Она вызвала огонь на себя. И на тебя. Здесь есть еще одна запись. Хочешь посмотреть? Запускай, чего уж. Меня уже ничто не удивит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok 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 Он же умер, и это было сто лет назад Ви, ты не знаешь? Помнишь, мы украли биочип? На нем была записана инграмма Сильверхэнда Инграмма? Цифровое сознание, конструкт личности Слушай, можешь дать мне минутку? Мне надо все спокойно обдумать А, конечно Кто они? Ты знаешь эту женщину? Есть идеи, как их найти? Блядь, Ви! Последние полвека я был мертв Уж прости, пожалуйста, что я не могу по первому требованию подать тебе все ответы на блюдечке с голубой каемочкой Слушай, что этим людям нужно от Альт? Да я-то откуда знаю? Ну ты хотя бы предположи Ты же видишь, как ни крути, все равно все пути ведут к этой нетранерше Главное теперь найти ее Я думаю, она много знает об этом биочипе И скорее всего, сможет нам помочь Ты же говорил, что нам уже ничто не поможет Блядь, да просто найди эту креольскую тетку и все Подожди, ты уже знаешь, как выйти на контакт с фудуистами? А что, боишься, что я натравлю их на Эвелин? Нет Сначала я тебе не доверяла, но Если бы ты хотела отомстить Эвелин, ты бы уже давно это сделала А что тогда не так? Просто хочу, чтобы у тебя все получилось Что ты будешь делать? Ну, поспрашиваю людей, позвоню кое-кому С фудуистами вообще все сложно Они к себе даже кошку не подпустят, если не будут ее знать Надо понять, кто нас познакомит Ну, тогда удачи Надеюсь, все получится Спасибо, Джуди Это тебе спасибо, Вей Ты очень хорошая Очень крутая Эвелин всегда судила о людях поверхностно Если бы она познакомилась с тобой поближе Может, все сложилось бы совсем по-другому Вей, как жизнь? Мне нужно связаться с фудуистами С их боссом Поможешь? Так-так Значит, заходим сразу с козырей Босс фудуистов Мама брежит И связаться с ней будет тяжеловато А мне казалось, ты можешь договориться о чем угодно Примерно так говорила моя третья жена Когда ей хотелось новую сумочку Мама брежит? Мама брежит? У них там что, какая-то религиозная секта? Не было случая спросить, почему у нее такое Ида Просто ее все так называют Я очень сомневаюсь, что это как-то связано с религией Водуисты со своим гаитянским наследием обращаются довольно фривольно Я так поняла, ты с ними не работаешь? Уж точно не со жрецами, боссами и кто там еще у них Они там все такие важные, что со мной даже разговаривать не будут Если хочешь, я могу поспрашивать Поискать для тебя что-нибудь Только сначала уточни детали У меня то, что они ищут Неужели? Ты хочешь что-то загнать вудуистов? Поверь мне на слово Им от нас ничего не надо Они живут в своем мире Со своими контактами, сетями и технологиями Но, как знаешь Я посмотрю, что можно сделать и перезвать